так здесь у меня варится повидло яблочное сейчас я его буду через сито пропускать она уже проварилась и стала я снимаю показывать как я засыпаю сахар здесь у меня маленькие зеленые яблочки были которые я сорвала в парке я очень люблю такие недозрелые кисленькие у меня их так было много что остались лишние и плюс еще когда я яблоки кушаю я серединке не выбрасывая их вырезаю хрень храню в морозилке а потом варю из них повидло великолепное повидло получается а зимой очень удобно делать выпечку и туда применять это все но сейчас покажу как буду через сито это все пропускать и закрывать в баночки стерилизованы и Продолжение следует... Ну что, дорогие мои, видите, я уже начала, потом только вас подключила. В общем, я взяла всё это на душлаг, переложила массу, которая у меня сварилась, яблочную массу. Вот у меня там повидло. Оно ещё пока жидкое. Сейчас я до конца буду всё это перетирать. Можно через сито. У меня такой душлаг, дырочки такие хорошие. Там ничего лишнего не проскочит, но зато побыстрее протру я эту массу. Я всегда так делаю. Я не выкидываю серединки от яблок. Я просто яблочко кушаю, серединку оставляю. Потом я буду делать икру на зиму. У меня есть на канале видео, но я ещё раз запишу. И туда буду использовать яблочки. И обязательно тоже серединки буду оставлять, замораживать, а потом варить повидло. В общем, я буду продолжать, когда закончу весь процесс. Покажу вам дальше, что буду делать. Когда вот это всё протру, буду эту массу ещё уваривать до густого состояния. Посмотрю, если, может быть, добавлю, как называется, нежелательный другой. Надо же, на камеру раз и забываю. Ох, голова моя садовая. Ладно, продолжаю я всё это продавливать до конца. Вспомню, скажу вам. Вспомню, скажу вам, как называется, нежелательный, нежелательный, нежелательный. Вспомню, скажу вам, как называется, нежелательный. Вспомню, скажу вам, как называется, нежелательный. Ну что, дорогие мои, моё повидло варится. А здесь, это не сахар, бросила специально три ягодки, здесь у меня засыпана чёрная смородина. Мне родственники привезли чёрную смородину и вишню, уже остатки. Последнюю, видимо, уже все наелись, заготовки сделали. В общем, позвонили мне, спросили, будешь что-то делать. Конечно, буду, почему нет, если мне предлагают. Конечно, я всё взяла. Часть, значит, я сделаю варенье. Как я буду это делать, я вам попозже покажу. Пока не думала, пока засыпала сахаром, потому что я очень спешу. А часть я буду замораживать, чтобы зимой использовать в выпечке. Вот такие контейнерочки, вот сколько мне надо, я кладу, вот таким вот образом. Ну и закрою и уберу в морозильную камеру. Это очень удобно, и потом зимой всегда приятно достать и сделать либо пирог, либо запеканку, либо манник со смородиной чёрной. Я её очень люблю, она ароматная, помимо всего прочего, она очень полезная. И также я заморожу вишню, вот я уже её разложила, закрыла. Эту вишню я замораживаю с косточками. Несмотря на то, что я буду на зиму закатывать компот, закручивать, но всё равно я люблю зимой достать, допустим, вот такую вишню и сварить свежий компот с добавлением, допустим, яблочек. В общем, я и так вишню заморожу. И ещё, чуть позже мне ещё обещали привезти, ещё я заморожу вишню без косточек для вареников. Я очень люблю вареники с вишней. Ну, в общем, как-то так процесс у меня идёт. А ещё я вам хочу сказать, дорогие мои, чуть позже я всё в одном и видео сделаю. Посмотрю, если будет не очень длинно, а если будет длинно, то я в другом сделаю видео. Наверное, да, разделю. Ну, я покажу, как я буду... Опять мне соседушка моя любимая, спасибо ей большое, привезла мне ещё огурчики. Ну, так как у меня уже достаточно, я замариновала на зиму. Эти огурцы я вам покажу, как я буду их солить. И потом закручивать под жестянную банку на зиму на хранение. Это для городских жителей, у кого нет погреба, нет холодного помещения, чтобы можно было хранить в квартирных условиях. Я обязательно отдельное видео запишу. Вот. Ну, а сейчас... Будут заканчивать свои дела. Ещё, мои дорогие, я, конечно, не записала это. Пока я перебирала вишню и сморолину, у меня руки стали синие. Ну, вот зря я не сняла видео. Прямо синие были. Как я от этого избавилась? У меня всегда стоит растворённая лимонная кислота. Порошок лимонной кислоты беру, растворяю водой. И с пульверизатором у меня стоит. Я побрызгала, и у меня прям сразу-сразу всё сошло, и стали ручки беленькие. То есть это... Ну, может быть, все об этом знают, но если кто-то не знает, очень хорошо использовать, если вдруг у кого-то непослушная, невоспитанная кошка где-то пометила, где-то нагадила, никогда запах этот ничем вы не уберёте, никакой водой, не хозяйственным мылом бесполезно. Только раствором лимонной кислоты, либо уксом. Ну, лучше лимонной кислотой. Я каждый день обрабатываю горшок с лимонной кислотой, очень здорово. В общем, всё в кучу вам собрала. Вы уж меня простите. Ладно, я вам чуть позже покажу продолжение моей работы. Ну, я продолжаю. Здесь у меня повидло. Я хотела добавить агар-агар. У меня его не оказалось. Обойдусь без него. Вот пока вот оно такое вот жидковатое, вот видно. Ну, как его проверять? На блюдце капнуло, не растекается. Значит, всё, готово. Сейчас оно закипит. Буду по баночкам стерилизованным раскладывать и уберу зимовать. Оно очень хорошо, кстати, ведёт себя, когда добавляю в пирожки, в пироги, в рогалики. Ну, в общем, в любую сладкую выпечку, в печенье буду показывать, когда зимой буду использовать. А здесь я буду делать из чёрной смородины пятиминутку. Я засыпала сахаром сначала её целую, потом сегодня я её перебила. Ну, она постояла. Наверное, да, ночь постояла. Потом я перебила блендером. Её можно не перебивать, но мне больше так нравится. Потом ещё добавила сахара. Все пропорции я вам укажу. Но я добавила чуть больше сахара, чем укажу вам. Вообще один к одному идёт. Но я сделала один к двум, потому что я буду делать варенье пятиминутку. То есть вот сейчас сахар растает, расплавится, растает. И я засеку после этого пять минут. Прокипит. И всё. И буду раскладывать по банкам. По стерилизованным банкам я стерилизую в микроволновке в этот раз. Вот. Почему я добавила гораздо больше сахара? Потому что я буду хранить при комнатной температуре. И поэтому я перестраховываюсь. У кого есть возможность хранить погребы, конечно, один к одному. Ну, в общем, короче. Все знают, как это делается. Просто я показываю свои московские будни. Такая у меня масса ароматная. Всё оставляю. Здесь у меня крышки стерилизуются. Не видно вам. Сейчас покажу. Крышки стерилизую вот таким вот образом. Сейчас я их достану. Банки у меня уже готовы. Ну, всё. Как сейчас закипит, у меня повидло. И начну раскладывать повидло. И, соответственно, через пять минут после закипания буду раскладывать варенье. Всем приятного просмотра. Дорогие мои, смотрите, у нас начинается что-то ужасное. Небо тёмное. Затянуло всё. Вот так вот. Всё шумит. Всё летит. Каждое предупреждение у нас было. Не могу даже окно отвергать. Сейчас закрою, потому что вообще всё. Смотрите, что творится. Ой-ой-ой, а вот там, вот там, вот посмотрите, вот у нас гараж кирпичный, вот там. Ой, через камеру не видно. Там всё что-то ужасное. Я закрываю окно. Я показала вам, что за окном у нас творится ужас, а сама буду разливать вот эту свою пятиминутку. Банки у меня стерилизованные. Всё подготовлено. Ну, я не буду вам показывать, как я это делаю. Все же знают, как это делается. Отвлеклась и чуть больше пяти минут варенье простояла на плите. Ну, ладно, это не страшно. В общем, вот таким вот образом. Наливаю прям вот, ну, до плечиков. Не так вот, как огурцы наливаем прям, чтобы прям-прям вот всклеить. Нет, вот таким вот образом. Чуть не полно. Чтобы, если вдруг какой-то форс-мажор, никуда у нас оно не убежало. Сейчас достану крышечку и буду закрывать. Ну, всё. Как закончу, покажу. В повидло хотела добавить агар-агар. У меня его не оказалось, поэтому буду без агар-агара. Ничего страшного. Обойдёмся без него. Единственное, что я туда добавила в повидло, это корицу. Я обожаю корицу с яблоком. Такое сочетание безумно мне нравится. Поэтому я добавила. Крышки у меня прокипели. Вот они. Сейчас они немножко остынут. Ну, всё, я продолжаю. Смотрите, какой у нас ливень страшный. На камеру, конечно, не передать, но гремит. Видите, как на небе плывут облака, как осенью. Прям бегут они. Тут посветлее немножко небо становится. Но деревья гнёт, конечно. Тут большие деревья, а маленькие там, наверное, в парке. Посмотрим завтра, сходим. Переломанные будут. Ну, всё, дорогие мои, я закончила. Значит, у меня это смородина, смородина, смородина. И четыре баночки повидла. Вот такие маленькие баночки. Здесь у меня чуть-чуть не хватило варенья, но я засыпала сахаром. Ничего страшного. Всё нормально. Всё, я всех вас благодарю за то, что вы остаётесь со мной. Пишите комментарии, ставите лайки. Я всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника. Это мой канал Московские будни. Всем пока-пока.